Олимпиада стала точкой отчета по продвижению курорта. Созданная инфраструктура позволила навсегда забыть о большинстве проблем, связанных с инженерными коммуникациями, дорогами и экологией. И сейчас самое время подумать о том, как правильно распорядиться всеми благами, чтобы город был привлекателен как для самих жителей, так и туристов. Общественный совет сегодня может быть даже больше, еще больше востребован, чем это было в период подготовки к проведению Олимпийских игр. Нам необходимо поддерживать этот статус города как не только национального, но и международного крупнейшего туристического центра. Чтобы было создано руками сотен тысяч людей, необходимо разумно распорядиться, чтобы это служило на долгие годы, служило не только жителям города Сочи. Необходимо, чтобы город заполнился туристами, чтобы российские граждане, гости нашей страны могли воспользоваться самой современной туристической и иной общественной инфраструктурой. Олимпийский парк по-прежнему остается знаковым местом курорта. Почувствовать атмосферу недавно прошедших игр хотят многие гости. Ежедневно его посещает около двух тысяч человек. И теперь туристы могут увидеть не только уникальные спортивные дворцы, но и российский аналог Диснейленда. Один из крупнейших развлекательных центров страны уже открыл свои двери для посетителей. 50 тысяч туристов приедут в Сочи в октябре. Билеты на гран-при Формулы-1 уже расходятся, как горячие пирожки. 7,5 тысяч за сутки. И для того, чтобы курорт ежегодно смог принимать один из этапов королевских гонок, делается все возможное и невозможное. Этот год будет достаточно сложным. Для нас, в общем-то, все аптеки, в свою гляду, опять-таки, продолжаются. Вы видите, что Формулы-1 во всей красе, в общем-то, практически на 7% парка. С учетом того, что мы проходим территорию, 5,5 километров по территории Олимпийского парка, конечно, нам придется еще некоторое время иметь и неудобство. Но, тем не менее, в августе месяце должны полностью по дорожной карте быть завершены. Впереди жителей и гостей курортов ждет немало и других интересных событий. Но на одних только праздниках власти останавливаться не намерены. Говорили о необходимости снижения цен на авиаперелеты и услуги санаторно-курортной отрасли, а также о необходимости формирования единого туристического продукта. С этой задачей хорошо справился горнолыжный курорт «Роза Хутор», отметили на совещании. Но, к сожалению, многие брендовые отели, построенные на курорте, не имеют опыта работы по привлечению туристов. «Наш город, он туристический город, и здесь нужно установить работу с туроператорами, с турагентствами, то есть иметь опыт работы. К сожалению, этого опыта у них не было, и поэтому они оказались в трудной ситуации. То есть, во-первых, времени мало было на раскрутку, и Олимпиада закончилась 17 марта, а надо было уже работать над тем, чтобы у нас были посетители». Над привлечением туристов работают все структуры. Уже удалось решить вопрос по предоставлению иностранным туристам 72-часового безвизового режима. А в ближайшее время решится проблема с растаможиванием круизных лайнеров Мор-Порту. И в завершении заседания члены общественного совета вышли с предложением о создании в Эмеретинской низменности и горной зоны. Пока этот вопрос детально рассматривается в правительстве.